Сергей Макаров уже играет в дублик рельеф советов во второй лиге, хотя только пошел в 11 класс. Впервые попробовал себя в футболе еще первоклассником на школьном пустыре, рассказывает восходящая звезда профессионального клуба. Теперь на новой универсальной спортплощадке он проводит все свободные вечера. Здесь можно оттачивать мастерство целыми сутками. В том году нам пришел директор, пообещал, что построит новое поле с хорошими условиями. Мы сдержали свои обещания, построили, чему я очень рад. Теперь можно приходить сюда по вечерам и заниматься после тренировок в свободное время. Новую универсальную спортплощадку и комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО открыли при 34-й школе в поселке Зубчининовка. По федеральному проекту «Спорт. Норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», в Самаре области в этом году построят 22 подобных объекта, благодаря поддержке главы города Елены Лапушкиной и губернатора Дмитрия Азарова. И в Самарской области под непосредственным контролем губернатора Дмитрия Азарова реализуется целый комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры. Это и строительство спортивных комплексов, ну и, конечно, в первую очередь строительство площадок, преобразовательных учреждений, спортивных площадок по месту жительства. Конечно, позволят реализовать ребятам весь их потенциал физкультурный, спортивный. 34-я Зубчининовская школа славится в Самаре своими физкультурными и спортивными традициями. Ученики занимаются легкой атлетикой, борьбой, волейболом, баскетболом. Кроме уроков физкультуры, на новой спортплощадке теперь будут проходить тренировки различных секций. А по вечерам укреплять свое здоровье смогут приходить и жители поселка. Чем мы очень рады, что школа наша превращается в большой центр не только экологической культуры, как это было ранее, но и большой центр спорта нашего поселка Зубчининов. Как только вопрос решится с общественным тренером, начнет работать, здесь уже общественный тренер в свободном доступе. То есть площадка будет всегда работать с 8.30 до 9 часов вечера. Новую спортплощадку в школе ждали больше 30 лет. На соревнования приходилось ездить к соседям. Теперь спортивные праздники можно проводить и дома. Теперь у нас есть возможность готовить ГТО, еще больше будут, и, конечно, проводить соревнования. Вот именно уже на нашем поле. А нам приходилось приезжать очень далеко, чему, конечно, нам было очень сложно. А сейчас, смотрите, какое чудо у нас. Во время торжественного открытия спортплощадки ученики, которые в прошлом году сдали нормы ГТО, получили серебряные и золотые значки. С новой современной универсальной площадкой пообещали ученики 34-й школы, и их спортивные результаты будут еще лучше. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.